18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». По эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Эхо войны. Сегодня в Анапе обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной, поднятой со дна Черного моря. Когда я ему сказал, что я тебе не доверяю, ты не атомат. Ты позор, наш городской казачьего общества. Казачья дружина больше не дружная. Почему городское казачье общество раскололось на две части и потеряло экономическую силу? Вырваться из сети. Анапские подростки провели один день без интернета, при этом получив массу пользы и новых знаний. Отцепить и обезвредить. Сегодня на Пионерском проспекте развернулась целая операция с привлечением всех оперативных служб города. Там обезвреживали боеприпас времен Великой Отечественной войны. Торпеда была найдена дайверами в районе пансионата Голубые Дали в 20 метрах от берега на глубине полтора метра. Оперативными службами было принято решение обезвредить боеприпас на месте. В обеспечении безопасности были задействованы все службы. Пожарные, реанимация, полиция и казаки. На пляже работали саперы Черноморской военной базы Новороссийска. Операция прошла быстро, взрыв едва был слышен. Это все, что осталось от боеприпаса. По предварительным данным, это была немецкая торпеда. Длиной около 6 метров и весом порядка 500 килограммов. Военные заложили сразу два заряда, которые полностью уничтожили боевую часть опасной находки. Предварительное обследование было проведено. На данный момент угрозы этот снаряд не представляет. Все работы, которые мы планировали провести на сегодня, выполнены в полном объеме. Хочу отметить слаженную работу полиции по оцеплению, работы всех служб по оповещению, по эвакуации. Юрий Поляков вместе с депутатом по Субсехскому сельскому избирательному округу номер 27 в режим от Мачьяном побывал в СУКО. Глава осмотрел ряд объектов. По итогам выезда дал поручение службам. Первая остановка в СУКО на месте жилой застройки. Разрешение на строительство выдано в 2016 году. Оформляя документы, застройщик заявлял о намерении участвовать в берегоукрепительных работах, ремонте дороги и строительстве набережной. Но пока все планы остаются на бумаге. Я соберу вас все. И вот я хочу четко знать, когда что он будет сделано. Он мне так красиво рассказывал за эту набережную. Мы начали, мы делаем. А где начали, что делают, я не могу понять. Инвестор фирма «Уралстройинвест» взял на себя еще одно обязательство. Возвести пристройку к детскому саду номер 31. Но в подписанном соглашении главу Анапы не устраивает заявленное количество мест. 28. Наталья Симпан, а где хотят вам тут еще одну группу построить? Вот здесь. Вот здесь? Да. А сейчас у вас очередь в садик есть? Да. Есть очередь, да? А сколько человек в очередь? На данный момент 30 человек у нас стоит в очереди. Так, то есть у нас о спасении строительства садика на 28 мест никакого нету. Это местечковое решение только на сегодня. На один год. Никто не думает о том, что будет через 3-5 лет. Ну, логично или нет? Давайте в поручение пишите. Надо вот приедет инвестор, надо вызывать, разговаривать и разбираться. Объезд продолжился. Вместе с депутатом по избирательному округу номер 27, врежем от Мачьяном, глава Анапы заехал на спортивную площадку. Она простаивает в незавершенном виде в то время, как могла бы работать на благо местной детворы. И сколько лет это? Она уже не новая. Она с 12-го года. Хорошо, а давайте так. Какое решение? Что нужно? Что не сделано? Ее нужно оформить документально, закрепить за школой именно как спортивная площадка. Давайте займемся. Ну, это реально. Тут же уже сколько сделано. Хорошая площадка. Юрий Поляков также поручил поднять документацию по местному Дому культуры. Проект дорогостоящий. Необходимо софинансирование. Поэтому документы должны быть в полном порядке. Кто разрушил экономическую мощь Анапского городского казачьего общества? Свою версию излагают группы городских казаков, утверждая, в 90-х в собственности общества было не менее 8 предприятий, сейчас ни одного. Было общественное, стало карманное. То разорил Анапское городское казачье общество и лишил его экономической мощи, возродившейся в 90-х годах. Историю рассказывают сами казаки, главе Анапы Юрию Полякову. Сергей Череповский. Казак, прошедший суд чести и отстоявший свое право быть членом Анапского городского казачьего общества. В прошлом году на сборе он решился выразить недоверие атаману Бурлуцкому. Его протеже Нестеренко Николай Адмиревич, он протеже, он его протянул. Факт то, что он не имел права быть атаманом, так как он вообще казачьего никогда не был. Так он не реестровал? Сейчас уже реестр, конечно. Пять лет казак должен просто быть приписным, а потом уже после этого может выйти на выбранные должности. Нарушение всего Нестеренко протянуло через семейное правление. У нас правление, он создал такое правление, подтянул под себя. Сват, зядья, крестники и приближенные, понимаете? Вот заявление, подписанное группой, теперь уже не угодных городскому обществу казаков. Все, что, как говорится, нажито непосильным трудом, перекочевало в частные руки. Восемь предприятий давно приватизированы, ликвидированы и вновь созданы, но уже с другими учредителями. На сборе. Когда я ему сказал, что я тебе не доверяю, ты не атаман, ты позор наш городского казачьего общества. У нас у казаков хата горит. У нас господин Нестеренко обманный путем украл. Вот тут у меня все документы я вам передаю. Украл. У нас было два рынка. Рынок восточный и рынок крепостной. Техбаза была парковая 37. У нас был военно-спортивный лагерь. Казаки готовились для военно-болевых сборок. Это по-таманскому отделу в городе Минске. И была база отдыха для казачат за малый утриж. Все это мы потеряли. Как утверждают казаки, в списке выведенного из актива городского общества имущества есть и рынки восточный и на крепостной. Он говорит, там все законно. Я говорю, ты хорошо устроился. Тебе машину не сильно купил в шевроле. Это казачье мнение. По срочку. 90 тысяч ты получаешь. Дело в том, что у начальника штаба нет у нас. Ему нет. И щитом казачьим прикрываешься от всех недуг. Я говорю, ты сюда людей притащил? Перед домом. А люди не знают, что... Дело в том, что подружки безопасности там нет. Там нету кубанско-казачьего войска. Там частный рынок. Поэтому, говорю, ты обманул людей с рынка. Я понимаю, как вы их гнали. Я говорю, их гнали принудительно. Не пойдешь, завтра ты с рынка вылетишь. Ни рабочих мест и заработка, ни пенсии для стариков сетуют казаки. И надеются, что еще можно исправить ситуацию в пользу развития анапского городского казачьего общества, а не в пользу корыстных интересов. Давайте будем в правовом поле. В правовом поле. Если он о незаконном взял, это один момент. Если будет, наверное, какое-то решение суда, поэтому давайте в правовом поле будем она годится и смотреть, как лучше и правильно сделать для всех. Юрий Федорович, мы вас всегда поддержим. Если надо, что казаки будут, они... Все, спасибо вам. В общественной приемной партии «Единая Россия» в Анапе состоялся прием граждан. В нем приняли участие депутаты Законодательного собрания Краснодарского края Дмитрий Лебедев и Виктор Тепляков. Всего к парламентариям обратились 26 человек. Основные вопросы – это проблемы обманутых дольщиков, благоустройство, газификация, выделение земельных участков ветеранам и инвалидам боевых действий. На приеме также присутствовали представители городской администрации и местного совета. Вопросы, не требующие детальных разбирательств, решались в ходе приема, остальные взяты на контроль. В городском управлении ЖКХ начали обработку заявок по программе «Комфортная городская среда» на 2018 год. Анапчане считают ее хорошей возможностью добавить комфорта в повседневную жизнь. Чтобы принять участие в проекте, в одном из дворов создали специальный совет. Этим качелям 40 лет, столько же, сколько домам. С тех пор, по мере возможности, жители стараются поддерживать здесь уют, собирают деньги сами, просят депутата, выигрывают муниципальные конкурсы. Каждый год понемногу. Сегодня этот двор на улице Маяковского с архитектурной точки зрения, как лоскутное одеяло. В руках у председателя территориального общественного самоуправления план. На нем два десятка скамеек, шесть фонарей, современная детская площадка, тренажеры. Хочется, чтобы войти в такой двор-сказку, который... Ну, жители стараются, конечно, все это сделать сами, но своими руками и своими средствами мы этого никогда не сделаем. Поэтому хочется, чтобы все было на современном уровне. Хорошие тренажеры, детские площадки, спортивные площадки. У нас очень много детей здесь гуляет во дворе летом. До ста человек. Мы часто проводим праздники. Чтобы подать заявку, жители двора провели собрание. Деньги выделят из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Это специальная программа. Две трети средств направляются на дворы, еще треть на общественные места. Ольга Яблочкова показывает одну из них. Дорогу рядом с ее двором. Жители уверены, пора привести ее в порядок. Сам двор 190-го дома по улице Терской тоже просится под благоустройство. Вместо ведер пора установить урны. Свет – еще одна больная тема. По словам председателя территориального общественного самоуправления, заявили необходимый минимум. Очень долгое время не было совета дома, не было актива, инициативной группы. И постепенно стали подтягиваться люди, выражать свое какое-то недовольство. Все-таки центр города, и хочется, чтобы все соответствовало. В городском управлении ЖКХ обрабатывают поступившие заявки на 2018 год. В нынешнем виде программа будет действовать до 2022 года. Александр Ребека Михаил Григорьев, Анапа-регион. Анапских старшеклассников учили обходиться без интернета. Акция проходила в эти выходные по всему Краснодарскому краю. Юные жители города-курорта считают тему актуальной. Вместе с тем психологи признают, современные технологии сегодня – неотъемлемая часть жизни. Единственный вариант – учить и учиться самим дозировать их влияние. Профилактический осмотр у невролога. Скорее для того, чтобы лишний раз напомнить. Современные компьютерные игры часто держат в напряжении. Подолгу проводить за ними время – вредно для здоровья. Само собой, визит к окулисту. Этот день, по крайней мере, его часть, около 120 анапских школьников провели без интернета. За лекциями и общением, как это принято говорить сегодня, в реале. Ребенок сидит в социальной системе, общается с виртуальными людьми. Психологи детской городской больницы и Центра медицинской профилактики рассказывают о новых вызовах. Объясняют, что общение в интернете затягивает простотой. Можно подружиться и поругаться одним кликом мышки. Но это суррогатные отношения. Есть те, кто ищет и читает в интернете все подряд, загружая себя бесполезной информацией. Такая зависимость. Любители компьютерных игр может захватить детально проработанный и живущим по своим законам виртуальный мир. Если сюжетные игры, компьютерные, то, конечно, тут вообще полностью идет, вообще ребенок уходит вообще от действительности. Полностью переключается и может находиться там сутками. Допустим, одним кликом мышки он может стать, допустим, солдатом какого-то элитного специального подразделения или героем какого-то вот фэнтези, что-то вот такое, чего, конечно, в реальной действительности быть не может. Никита учится в девятом классе. В сети общается, чтобы скоротать время, когда, например, стоит в очереди. Интернет и компьютер воспринимают как инструменты. Они есть и не пользоваться ими уже просто невозможно. Главное не забывать, например, сходить в кино с друзьями. Сейчас это очень актуально, потому что многие родители берут и вместо того, чтобы заниматься с детьми, допустим, маленькими, 6-8 лет, они просто дают им телефон и все. По словам исполняющей обязанности заместителя главы города курорта Екатерины Боровской, сегодня важно не просто говорить об опасности стать зависимым от современных технологий, важно предлагать альтернативу. Замена интернета – это активная полезная досуговая деятельность, это физическая активность, это наши спортивные площадки, это двигательные движения, это клубы по месту жительства, это учреждения культуры, это тот сектор реальных дел, которые у нас существуют в городе. Анавский скейт-парк в погожий день никогда не пустует. Сквер имени Гудовича по любому возможному поводу превращается в большую интерактивную площадку, мероприятия проходят в школах и во дворах. Это самый простой вариант почувствовать себя вне виртуального пространства, а оно сегодня в буквальном смысле проникло в карман вместе со смартфоном. Психологи рекомендуют хотя бы на один день в неделю его выключать. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. А далее информация о партнере программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова